подводный мир всегда был объектом притяжения и повышенного внимания человека ведь именно там зародилась жизнь и глубины океанов до сих пор скрывают тысячи существ некоторые из которых давно обросли легендами и несмотря на то что герой сегодняшнего рассказа изучен он остается очень загадочным морским обитателем вы на канале знай тв и сегодня у нас на обзоре морской дьявол гигантский скат или просто манта но пока мы не начали я попрошу вас оценить этот ролик и подписаться на канал усаживайтесь поудобнее мы погружаемся глядя на ската манту невольно поражаешься плавностью и грациозностью его движений кажется будто это гигантская морская бабочка которая парит в толще воды а между прочим это одна из самых больших рыб в океане и точно крупнейший представитель семейства скатов вырастают манты достигая ширины тела а скаты обычно измеряются именно по такой метрике до 9 метров и веса более полутора тонн хотя некоторые источники говорят и о гигантских скатах весом до 3 тонн что интересно их ширина как правило в два раза превосходит длину и тело ската очень напоминает ромб все это благодаря грудным плавникам которые за годы эволюции развились самые настоящие крылья при помощи которых они парят в морской бездне вообще скат манта как и его родственник скат мобула являются единственными позвоночными животными имеющими три пары функциональных конечностей но об этом позже эти гиганты водятся практически во всех тропических и субтропических водах не заплывая за 35 градусные параллели и выбирают они глубины от 10 до 100 метров хотя при необходимости скат может нырнуть и на километр вниз по этой причине манта относится к семейству орляковые скаты скаты обитающие в толще воды ведь там держится основная их добыча как это не парадоксально но гиганты океана обычно питаются мельчайшими существами и гигантский морской дьявол не исключение большую часть времени он проводит за обедом открыв свой рот и прокачивая через себя тонны воды манта отфильтровывает в ней планктон криль и другие мелкие организмы которые оседают у него на жаберных тычинках лишь изредка ему попадается мелкая рыба кальмары и пожалуй все для облегчения процесса его головные плавники сворачиваются в спирали и направляют поток воды прямо в рот и каждый такой скат в день съедает примерно 13 процентов от собственного веса а когда трапеза заканчивается головные плавники снова вытягиваются вперед образуя некое подобие рогов именно поэтому он получил второе название морской дьявол основное же название манта переводится с испанского как плащ или одеяло и именно так назывались ловушки которыми ловили скат но существовала и другая легенда ранее считалось что встретив человека скат заворачивает его будто в плащ и утаскивает собой на дно хотя это только страшилка и манты совершенно безобидны для человека это очень величественные существа когда рядом проплывает такая махина то одновременно испытываешь восхищение и страх как будто рядом пролетает боевой истребитель а рыбы прилипалы обожающие кататься на скатах становятся крылатыми ракетами на его борту и летает то есть плавает этот корабль со скоростью до 30 километров в час причем он практически не останавливается ведь у скатов отсутствует плавательный пузырь и если он перестанет двигаться то просто опустится на дно стоит сказать что такой способ передвижения очень заинтересовал людей и они даже создали несколько роботов скатов правда до неповторимого оригинала им еще очень далеко кстати скаты манта могут жить в неволе правда бассейн им нужен ну очень большого размера поэтому только самые крупные океанариумы могут позволить себе такого обитателя и порой там случаются вот такие дтп хорошо что никто не пострадал что интересно кроме гигантского манта существует еще рифовый манта который является отдельным видом он обычно не вырастает более трех с половиной метров в ширину и часто собирается в достаточно многочисленные группы а вот гигантского ската не встретишь в группе более 30 особей но также на него очень похож другой вид скат мобула его можно отличить по шипу у основания хвоста который отсутствует у мант ну и еще мобулы просто обожают выпрыгивать из воды за что и получили прозвище летающие скаты выглядит конечно все это очень захватывающе хотя природа этого явления не изучена но давайте вернемся к мантам это очень умные рыбы которые нередко бывают любопытными например как и дельфины они любят подплывать к аквалангистам и изучать их они очень хорошо видят и могут издалека заметить человека также они могут поиграть с пузырьками воздуха из аквалангов и обычно сопровождают ныряльщика до его лодки это вызывает небывалый восторг у ныряльщиков и манты оказывают огромную роль в развитии экотуризма однако трогать скатов не стоит ведь очень легко повредить слой слизи который облегчает передвижение животного в воде и защищает его от паразитов которых предостаточно в океане но у скатов и на это есть решение ведь у них существуют и свои салоны красоты скаты знают что у таких рифов обитают рыбки-чистильщики и периодически наведываются к ним выстроившись в линию гиганты медленно проплывают над рифом в то время как их тело внимательно осматривается причем каждый вид чистильщиков специализируется на конкретной зоне ската в итоге у рыбок есть еда а скаты избавились от надоедливых паразитов что же касается размножения то тут у мант все достаточно интересно например самки скатов не подпустят к себе самцов безбрачного ритуала они крупнее и быстрее самцов поэтому любят устраивать догонялки и за каждой самкой обычно тянется хвост из нескольких самцов делая крутые повороты и постоянно запутывая такую змейку самка отсеивает слабых и ленивых кандидатов и такая гонка обычно длится около 30 минут только сильнейшему будет позволено передать свои гены беременность длится 12 месяцев и детеныш развивается в теле матери сначала в яйце а потом там же и вылупляется к моменту появления на свет он обычно достигает 10 килограмм причем за первый год он удваивает свою ширину несмотря на то что для человека эти величественные гиганты опасности не представляют сами скаты сильно страдают от загрязнения океанов часто они попадают в сети и годами могут носить на себе их обрывки кроме того во многих странах разрешена целевая добыча гигантских мант животные страдают из-за жабр поскольку за последние годы в китае сильно возрос спрос на жаберные тычинки скатов использующиеся в нетрадиционной медицине все это а также медленное воспроизводство существенно снизило популяцию и хотя точных данных по численности нет в некоторых постоянных местах морской дьявол уже перестал встречаться за последние 10 лет многие страны запретили промысел скатов но поможет это или нет покажет только время вот таким интересным и необычным оказался этот морской гигант а я надеюсь было интересно и вы узнали для себя что-то новое тогда не поленитесь оценить ролик пишите в комментариях про кого рассказать следующий раз подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещение а я с вами прощаюсь ненадолго пока